Да, я даже скажу, что настолько стыдно стало, что у меня есть такая песня, в которой нет ни грамма и сатиры, что я зачинил для нового альбома песню под названием «Человек хреновый». Я зачинил песню, но сегодня её петь не буду. Сейчас мы спамим другую песню, она печальная. Просто это одна из самых грустных как раз песен будет. Я записал её с королём оптимистических песен Глебом Самойловым в своё время. Сегодня исполним её без него. Печальная песня. Называется «Жить всегда». Три, четыре. Кажется, год проходит, кажется, даже больше. Снова часы подводят, лёд под ногами всё тоньше. И никому не нужно жить, а не существовать. Новое всюду чуждо, и время вращается вспять. Время несётся повстречной, время сжимает кулак. В очереди бесконечной, жизнь оставляясь атак. Мы исчезали словно рисунки детей на песке. Время немного словно, и лёд не плывёт по реке. Мы будем жить всегда на сайте ФСБ. Извечная весна в холодном декабре. Мы будем жить всегда, смертельно и везде. Ещё одна звезда на сайте ФСБ. Выстрелами прямо в спину, выстрелами в упор. Нас отправляли в корзину, передёргивая затвор. Звёздами на погонах, минуя двадцатый век. Трупы людей в вагонах везёт домой человек. И никому нет дела, ни до чего и вообще. Летом здесь птица пела, зимой живём в тишине. Мы исчезали тихо, на улице падал снег. Время несётся лихо, и нас с тобой больше нет. Мы будем жить всегда на сайте ФСБ. Извечная весна в холодном декабре. Мы будем жить всегда, смертельно и везде. Ещё одна звезда на сайте ФСБ. Мы будем жить всегда. Мы будем жить всегда, смертельно и везде. Ещё одна звезда на сайте ФСБ. Мы будем жить всегда. Приятеля закон Божий, и мы не нашли. Да, серьёзно? Ну, то есть мы решили, как бы, там какие-то левые сайты, православие, точка какой-то... Ну, я подумал, надо же официальную информацию найти, самую официальную. И как бы на сайте Патриархии не нашли информации. Человек хотел что-то там для себя уяснить и не нашёл. Хочу поделиться с вами, Василий, Мария, ребята, слушатели, удивительным впечатлением. Я недели четыре, наверное, назад был, ну да, месяц, на мероприятии, где было много вот как раз сотрудников ФСБ. Повезло. Ну, не знаю, повезло или нет, но впечатление любопытно. Там был и выступал Луговой, вот тот самый, которого... Подозреваемый. Подозреваемый в убийстве Литвиненко. Меня поразило, и, я вам скажу больше, впечатлило то, как они говорят. А говорят они великолепно. Бери Лугового, сажай в эфир телеканал «Культура». Телеканал «От дождь». Там были... Нет, «Культура», люди на «Дожде» говорят гораздо хуже, чем люди на телеканале «Культура». С филологической точки зрения. И там были поздравления, но это было некое такое торжественное событие. Я действительно там оказался, как ни странно, с поэтом Орлушей. Но когда выходит человек, и начинает говорить вот поздравления определенным людям, и как его ведет мысль, какие переходы, какие прилагательные, какие речевые оборудования, я удивился, более того, восхитился, вот что я хочу сказать. Это было невероятно странное впечатление. Прекрасно. Это можно только порадоваться, это Луговой или все? Ну, и он в том числе. Ну, и там, вот те, кто выступал, да, да, меня это поразило, ребят.